Добрый вечер! И как всегда в конце недели мы говорим о нашем городском хозяйстве. Первая тема на этой неделе, актуальная тема, это тема дождя. Хотя это был не дождь, это действительно стихия с оранжевым уровнем. Что это значит? Это значит, что за 5 часов выпало 49,5 мм осадков, это фактически 50. Если говорить на более понятном языке, это порядка 50 литров воды на 1 метр. Это действительно стихия, залповый ливень и как мы подошли в этой ситуации. Понимая, что бороться со стихией иногда бесполезно, мы поняли, что надо минимизировать ущерб. Совместно с полицией мы перекрыли те улицы, которые в городе подтопило, в первую очередь это по улице Балковской и Приморской, до тех пор, пока это коммунальщики полностью не обеспечили оттуда отвод воды. А сделали это уже достаточно быстро. Фактически в час дня мы полностью в городе восстановили автомобильное движение. Есть моменты, где эта ливневая канализация не соответствует современному городу. Есть такие места, как по французскому бульвару, где ее нет фактически вообще. В дальнейшем мы будем думать, что с этим делать. Но на данном этапе все необходимые подготовительные работы были сделаны вовремя. Ливневки были почищены. И можно сказать, эту стихию мы пережили достаточно хорошо. От темы дождя и стихии хотелось бы перейти к Дюковскому парку. Дюковский парк – это, безусловно, культурное наследие нашего города. Это один из самых старых и знаменитых парков в городе. То, в каком он сейчас находится в состоянии, безусловно, знает фактически каждый одессит. На этой неделе мы виделись с арендаторами парка, общались с ними на тему как санитарного состояния парка, так и дальнейшего развития. Мало взять парк в аренду, мало рассчитываться вовремя за аренду, но парк еще надо развивать. Мы в течение недели должны получить от них визуализацию на согласование, то, как этот парк должен выглядеть. И мы должны это получить, это пошаговку. То есть мы должны это понимать, все этапы выполняемых этой работ, которые будут выполнены. Вопрос Дюковского парка мы будем держать на постоянном контроле, доведем его до логического завершения. И я уверен, что этот парк станет одной из жемчужин города. На данном же этапе сейчас там ведутся работы по санитарной очистке, занимаются очисткой водоемов, зеленых насаждений. И также занимаемся наружным освещением. От парков переходим к схеме санитарной очистки в нашем городе. Мы уже об этом не раз говорили, и вот мы уже подходим к этологическому завершению. На этой неделе мы получили фактически все необходимые аналитические данные. Мы получили информацию от мобильных операторов, мы получили информацию от департамента торговли. Мы знаем, где какие бизнес-объекты расположены, отели, хостели и так далее. Мы знаем о расположении торговых сетей. Что это значит? Фактически мы более-менее уже это понимаем, как в Одессе генерируется мусор. С этого, безусловно, надо было начинать. То есть не расставлять баки по мере необходимости. Когда поставили бак, видим, что мало, давайте добавим еще один. А в миллионном городе это не работает. Безусловно, должна быть какая-то модель, должна быть какая-то система, должны быть понятные алгоритмы. Вот этим мы сейчас и занимаемся. Думаю, совсем скоро мы получим схему санитарной очистки города. А это позволит нам уйти от таких явлений, как переполненные контейнера и хаотичные какие-то свалки по городу. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, видимся через неделю. До новых встреч!